Благодарю всем присутствующим. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю всех предыдущих и первых действующих районов. И хочу поздравить Владимира Владимировича. Он стоит значимым, что мы с опытным, что мы с вами хотим поздравить. Просто надо четко понять, то доверие, которое отомневает депутатам района Гима-Казал, я считаю, накладывает какое-то обязательство для самих депутатов. Потому что принято решение было единогласно. Как следствие, каждый из депутатов, который принял это решение, в этой степени ответственен за него. И я считаю, обязанность каждого из нас, кто выбрал в момент встречи главы района, помогать ему в этой тезоне, в работе. Я это четко представляю, что топанка, как было сказано, была поднята очень высоко. Ее надо держать, потому что ее, на самом деле, в принципе, я считаю, самое лучшим, наверное, в Киевской области. На следствие, я считаю, Владимиру Владимировичу досталось, в общем-то, хорошее. Коллектив администрации у нас, на один из самых лучших, опять же, в Киевской области, это способный, инициативный, самое главное. Не то, что люди просто исполняют свои обязанности, они их исполняют с энтузиазмом и с поиском каких-то решений. Вам досталось очень красное средство. Его не растерять, а только, как говорится, не навредить, и дела пойдут еще одно. Всех вам благ, ну и, конечно, на территории Киевского конституционного свобода, которое надеется, что вам, и всем, и, конечно, давайте начнем разговоры. Всем спасибо. Уважаемый Владимир Матвеевич, от себя лично, от всего коллектива, родного вам, в Киевского конституционного свобода, вот, направляемый с вступлением на удобность, что будет субтитрить. От всей души хотелось бы пожелать вам, с честным достоинством, осуществлять договоры, общественно-политическим движением этого района, с честным достоинством выполнять все образования, которые сейчас, все время, у вас послужены. Также, значит, хотелось бы пожелать, чтобы вы, как уже неоднократно было сказано, преумножали все достижения нашего района, в том числе, предыдущих, и преумножали их. Также, значит, чтобы наш район оставался лучше, хотя бы лучше. И от себя лично хотелось бы пожелать, естественно, крепкого здоровья, терпения, выносливого стея, ну и, скажем так, поддержка, понимание и помощь я со своей стороны корректирую. Благодарю. От глав поселений слово предоставляется Александру Анатольевичу Черезову, главе Гурненовского сельского поселения. Ну, здесь не находит, а? Уважаемый, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие, здесь очень много сказано добрых слов, мы, безусловно, присоединяемся к ним и желаем вам, чтобы то, что вам сейчас пожелали, дай бог, чтобы я бы это исполнил. Следующее, Владимир Владимирович, мы на совете глав, это традиция идет давно, Игла Петровича начинала, я кажется, вот этот совет глав был. Это действительно ваша команда, первая ваша команда. Нам с вами, вам и главам поселений, если всего держать район на том уровне, где он у нас почутился и дальше. То есть, если мы пойдем друг друга, работаем все, будем поставлять другую плечу, все у нас получатся. А аппараты администрации района, начальнику комитета района, это тоже наши первые помощи. Поэтому успехов. Аппараты администрации района, он действительно устойчиво встал на путь эффективного развития. И благодаря вот этим высоким темпам такого развития, сегодня каждый житель нашего района объективно ожидает, постоянно ожидает каких-то эффективных изменений, улучшения качества своей жизни. И мы, главы поселений, мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам в реализации всех поставленных задач, намеченных планов и тех слов присяги, которые уходили в бизнесе. Я думаю, что мы, в первую очередь, желаем вам нестекаемого интузиазма, оптимизма, так необходимого на высоте и ответственном посту. Ну и, конечно, быть всегда на высоте этих надежд, мужеств и чаяний, которые уже куда-то поздравляем. От руководителей предприятий снова предоставляется Фёдору Валерьевичу Сметанину, начальнику Белохоминской РЭС. Здравствуйте все. От лица всех руководителей предприятий, от лица Белохоминского РЭС, от лица администрации северных электрических сетей, поздравляю вас с вступлением в должность. Вступили вы на очень тяжелый путь, ну и, как говорилось, вы очень почетный. И я, как молодой руководитель, начинающий тоже в группу, как 8 месяцев угля Белохоминского РЭС, пожелаю вам, самое главное, мудрости, мудрости принятия решений, мудрости не ждать, а благодарности от людей. То есть честно исполнять свои обязанности. И человек, у нас тут глава администрации, запоминается какими-то делами, поступками. И все-таки воплотить в жизнь какие-то проекты, которые на долгие годы, а может десятилетия, оставить бы у нас в памяти. Я вас знаю уже давно, ну, мы знакомы очень давно, и знаю вас как человека, как созидателя. То есть вы начали с нуля, подняли ни одно предприятие, и, в принципе, ни одно предприятие у вас не разорилось. Я надеюсь, чем лучше вам район достается, тем вам тяжелее придется. И поэтому, чтобы держать планку, нужно созидать. И как вот человеку-созидателю, я вам пожелаю, как можно больше пользы принести для района, и запомниться нам в самом хорошем свете. Открыть от предприятия. Открыть от партнеров. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени и по поручению нашего большого предпринимательского сообщества позвольте вас поздравить столь значимой для вас даты. Надеемся, что вы направите свои знания и опыт талант руководителя на дальнейшее развитие экономики нашего района, улучшение жизненного уровня, социальной стабильности наших жителей. В этот день от всей души желаем вам, уважаемый Владимир Васильевич, крепкого здоровья и неистекаемой энергии, успеха во всех создательных начинаниях на Владово-Белоколуницкого района. Вы принимаете на себя огромную ответственность, поэтому пусть с вами рядом будут всегда взаимопонимания, поддержка команды единомышленников, коллег, друзей и семьи. Добрый путь и добрый участник. Предприниматель уже находится в вашем сегменте. А от себя лично я хотела бы также подарить книгу «Мысли о парижном шутке знаменитых мужчин» и я надеюсь, что через некоторое время в вашем смысле появится в этой книге. Всеми единственные поздравления в связи с собранием вас на ползагрузе в Группуницкого района. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успешного развития во всех для ваших планах, поддерживающих коллег. Уверен, что с вами время достигнет развития человеческого и социального развития. От федеральной структуры слово предоставляется прокурору района Сергею Александровичу Карабаеву. Уважаемый, уважаемый Владимир Матвеевич, от лица прокуратуры района поздравляю вас с тем, что заселение района в лице депутатов районной думы избрало вас на столь ответственную и трудную должность главы района. Уверен, что достигнутые достигнутые взаимоотношения между прокуратурой района и администрацией района, главой района годами конструктивные взаимоотношения продолжатся и в вашем лице на благо района, на укрепление правопорядка и законность района. Все равно. От самых крупных управлений бюджетной сферы слово предоставляется Игорю Федоровичу Набатову, главному врачу Белования, Валентину Александровичу Плотникову, начальнику управления культуры и Татьяне Леонидовне Ереминой, начальнику управления финансов. Хорошо. Ну это же финансы. Уважаемый Владимир Федорович, мы вас поздравляем с назначением вас на высокую долгую, на полу, на полу, на полу. Вам предстоит большая безопасная работа. И мы считаем, что опыт в качестве депутата, заместителя и председателя оборудования обязательно поможет вам разобраться на всех вопросах и на всех вопросах, и особенно в области финансов, и бюджетной политики. Прежде всего, мы желаем вам силы, энергии, для того, чтобы запустить все взятые ранее планы и внешнего бюджетизма для всех, молодых встреч, и на уровне. И дальше вам спасибо. Уважаемые Владимир Федоровича, я поздравляю вас от имени всей нашей беспокойной отрасли образования, от всех учреждений образования, и даже от всех детей, которые очень надеются на вашу заботу. Потому что забота о детях, это, конечно, показатель благополучия жизнью в районе. И хотелось бы сказать, что, конечно, у вас очень трудная художность, очень трудная, известная, и наш подарок, это шарик, очень символичный, и он сочетает в себе добрость в танне и мудрость в древности. И требует от игроков шахмат, наверное, тех же качеств, которые везде в главе района. Это стратегическое мышление, это ответственность и взвешенность каждого входа, это терпение в ожидании победы, которая обязательно должна быть. Спасибо. Спасибо. Всегда поддерживаю нас во всех наших личинаниях и будем стараться выполнять все поставленные вам задачи. Спасибо. Владимир Матвеевич отрасли здравоохранения поздравить с этим поступлением в должность. И мы дарим вам не метлу, которая мететка нам не бутылку, без которой не разобраться, а именно шахматы, потому что, зная ваш взвешенный и обуманный подход к решению, это было сигнализирование. А еще, конечно, дарим вам здоровья и терпения. Но от всех от нас еще раз здоровья. В городочке родилась я небольшой, породилась я с ним сердцем и душой. Каждый дом и переулок мне скакон, будто родственники все живут кругом. Я люблю тебя, Я люблю тебя, мой город, в белом кружеве садок, Я люблю тебя, мой город, в белом облаке сняков. Пусть ничем ты не приметен, и на карте не заметен, ты, родная, как паутица, родина моя. Только здесь могу услышать ядарь мой, что уступила с соловьиной крелью в скорбь, и избить в жару колодец на и воды, и услышать, как уроды чужу равни. Я люблю тебя, мой город, в белом кружеве садок, Я люблю тебя, мой город, в белом облаке сняков. Пусть ничем ты не приметен, и на карте не заметен, ты, счастливца, все отчисты, родина моя. Пусть ничем ты не приметен, и на карте не заметен, ты, счастливца, все отчисты, родина моя. Слово предоставляется главе Белоколуницкого района Владимиру Матвеевичу Князеву. Уважаемые гости, коллеги, дорогие жители Белоколуницкой земли, сначала я хочу поблагодарить всех за те замечательные слова, сказанные сегодня, за те напутствия, которые я сегодня услышал, которые обязательно пригодятся мне в дальнейшей работе. Я хочу сказать спасибо за поддержку, которую мне оказали, и огромное спасибо за то доверие, которое мне оказали. И в добавлении к словам моей присяги сегодня, я хочу сказать, что я приложу все усилия, все свои профессиональные знания, навыки для того, чтобы оправдать ваше доверие. Белоколуницкая земля, это как вторая наша мама. Она с нашего детства дает нам энергию, питает наши сердца любовью. И в ответ мы обязаны сделать так, чтобы наша Белоколуницкая земля стала самым замечательным местом, чтобы экономика нашей Белоколуницкой земли стабильно развивалась, чтобы люди здесь жили комфортно и достойно. Этого можно достичь, и мы это обязательно достигнем, если мы будем работать одной сильной командой. Я думаю, что так оно и будет. Большое спасибо. На этом торжественное собрание, посвященное вступлению...